Смотрите, у нас с вами тематика какая? У нас с вами облачные вычисления, облака, Azure. Казалось бы, при чем здесь Customer Journey, путь заказчика? На самом деле тот же Azure предлагает уже сейчас целый ряд инструментов. Я в конце презентации покажу, в самой презентации есть ссылочки на эти инструменты, на демо, которые мы можем использовать. Я как раз хотел бы остановиться на том, зачем нам вообще этот инструментарий нужен. Это такая довольно новая тема. Мне она так лично очень нравится, отчасти она мне, в общем-то, близка. В силу моего, скажем так, профессионального карьерного трека. Давайте вот поговорим сначала немножечко о том, ну а что такое вообще Customer Journey? Да, термин сейчас там безумно популярный. Каз-девом, каз-джонни занимаются из серии «Все, кому не лень». В общем, правильно делают, это не в порядке. Критики, но это правильно. Потому что действительно для того, чтобы продукт, услуга были востребованы, нужно понимать, как и заказчик, и конечный пользователь взаимодействуют и с продуктом, и с услугой, и с нами как с командой. Да, ведь что такое, если так немножечко вспомним, ну так, на всякий случай вспомним, что такое Customer Journey? Customer Journey – это описанный в виде некой последовательности процесс взаимодействия заказчика и пользователей с услугой, с IT-услугой и с командой, которая эту IT-услугу предоставляет. От первоначального поиска, да, там, такого поставщика услуги до отказа от сотрудничества, до вывода услуги из эксплуатации. Как нам взаимодействовать? Это двусторонний естественный процесс. И вот сейчас чаще всего, там, я не знаю, у меня нет реальных исследований процентов под рукой, но пусть будет 99 или 99,9, абсолютное большинство, как строят Customer Journey? Ну, путем опросов, существуют различные методики, вы на различных там курсах, тренингах с этими методиками можете познакомиться, как там проводить опросы, получать обратную связь и так далее. Хорошо, правильно, можно так делать, но это субъективный такой подход, потому что как проведен опрос, как на него ответили, в конце концов, вот не случайно я в заголовок, скажем, вот этого слайда вынес психологические факторы при разработке. Ну, действительно, мы все люди, мы все человеки, мы можем по-разному реагировать на опросы, в конце концов, и самое даже главное, мы по-разному можем себя вести время от времени, с одной и той же программой, с одним и тем же поставщиком услуги. Вот, давайте возьмем в качестве примера, первый слайд, который я выбрал, скажем, это вот прям буквально скриншот, взятый с сайта RGD. Вот у RGD, может быть, слышали, есть очень давно, да не только у RGD, у любых перевозчиков так называемая динамическая цена образования. Какая задача стоит перед компанией? Продать как можно больше билетов, не допустить недогрузку вагонов, да, то есть, чтобы было как можно, не просто больше билетов, еще и чтобы было как можно меньше пустых мест. Когда нужно, допустим, принять решение о добавлении еще одного вагона в состав, какого типа вагона и так далее. Тут возникает целый ряд вопросов, а какое место выберет следующий пассажир? Верхний и нижний, в каком типе вагона, люкс, СВ, плацкарт? Как сформировать цену, пора ли добавлять новый вагон или нужно переформировать цену так, чтобы подтолкнуть пассажира к покупке определенного места? Или возьмем другой пример. Ну, сейчас как раз специалист, как один из организаторов конференции, вы там были наверняка на сайте специалиста, вот вы зашли на сайт специалиста, там около двух тысяч курсов, разные направления. Откуда специалист, как в данном случае, поставщик услуги этого сайта, может знать, откуда сайт, ну, если так можно вообще выразиться, может знать очередной пользователь, какой совершит действие. Может быть, перейдет на страницу одного курса, может быть, другого, а может быть, посмотрит какие-то вебинары, а может быть, в конечном итоге перейдет в корзину, может быть, может быть, может быть, может быть. И в результате реальное, не такое вот идеализированное построение кастомер-джони, а реальное построение кастомер-джони становится крайне многовариантным, содержит массу вероятностных характеристик. Если это тот же пример с билетами, ну, возможно, там идет какое-то накопление статистики в зависимости от места расположения, или там сохраняются те же куки в привязке уже к конкретному пользователю, есть какая-то своя статистика там по сезонам и так далее. Но все равно это вероятность, как себя поведет пользователь в очередной раз, очередной пользователь в очередной раз. И поэтому, как только мы говорим о проработке пользовательского путешествия для кого-то более-менее реального продукта, чуть сложнее, чем, там, не знаю, даже что сказать. Ну, вот, у нас есть там продукт, ну, там, смартфон, как приложение смартфон, как слуховой аппарат, ну, там, пожалуй, кастомер-джони простейший, там, проверил слух, выбрал профиль, запустил, остановил. Ну, вот в таком случае кастомер-джони еще можно как-то построить. Во всех остальных случаях это догадки, субъективизм и так далее. И вот, начала недавно развиваться, и, в общем, я уже, как сказал, мне это очень нравится, так, смею надеяться, что один из инициаторов этого направления, формировать кастомер-джони с использованием формальных математических средств. То есть уйти, насколько это возможно, в такое субъективное восприятие, как со стороны заказчиков, пользователей, так и со стороны команды разработки, и постараться формализовать. На самом деле, такой инструментарий существует достаточно давно. Это графы, да, ну, что такое граф? Ну, вот я здесь, так, немножко показал. Пример графа – это совокупность объектов и отношений между ними. Ну, может такой граф иллюстрировать, например, порядок перемещений между страницами сайта. Да, страница сайта Астры, человек перешел на страницу сайта Б, на страницу сайта С, они между собой взаимосвязаны, там есть линки. Да, может быть. Но, как вот я только что, в общем, подчеркнул, как я только что подчеркнул, когда мы говорим о кастомер-джоне, это вероятность. Вот тогда нас могут выручить, выручить специальный тип графов, который получил название стахастические графы. Ну, стахастические, стахастические или вероятностные, или вероятностные графы. Чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что вот эти переходы между состояниями, да, если каждая вершина это состояние системы, страница сайта, какое-то окно в мобильном приложении и так далее. А переходы между ними – это вероятность. Переходы взвешиваются вероятностью. Например, пользователь зашел на стартовую страницу. Есть три вероятных действия. Он может уйти с сайта, это вот такая петля, он может с какой-то вероятностью, которая вот здесь обозначена, P1.2, перейти на страницу авторизации, и с какой-то другой вероятностью, P1.3, он может перейти к выбору маршрута поездки. Отлично. Предположим, перешли на страницу авторизации, пользователь авторизовался. Что это дает системе? Это дает большую информацию, потому что у системы продажи билетов уже есть информация о том, кто это за пользователь, какие он в прошлом совершал поездки, в каком классе вагона, люкс, СВ, купе или еще что там он ездил, какие у него там предпочтения по времени и так далее. Значит, вероятность перехода в следующее состояние, они уже могут быть на очередном шаге адаптированы уже под этого конкретного пользователя. И, соответственно, сам продукт может адаптировать ценовое предложение уже под этого конкретного пользователя. После того, как поездка выбрана, ну, согласитесь, то, что мы выбрали какой-то товар, то, что мы выбрали какую-то услугу, это совершенно не означает, что наш пользователь в конечном итоге эту услугу приобретет. Нет, разумеется. Значит, вот у нас здесь есть вероятность перехода на состояние, которое здесь названо, вершина шестая, В6. То есть, да, покупки, а может быть, вернется на новый поиск, не устроит. Но если совершает покупку, значит, естественно, в конце там уже вполне определенное детерминированное состояние выдачи билета. То есть, вот так, по шагам, с помощью стахастического графа, мы можем предложить вариативность действий различных пользователей, тысяч, миллионов пользователей на нашей системе. И, таким образом, прогнозируя их возможное поведение, адаптировать характеристики системы, ну, вот как я сейчас, в частности, допустим, показал на примере ценовой политики, на примере ценовой политики, фактически в режиме онлайн. И тем самым от вот этого инструмента Customer Journey мы получаем реальную практическую пользу. Но, естественно, построить такие системы и структуры вручную, ну, тем более невозможно. Вот такой, мало того, что сам по себе не самый сложный пример, есть еще и в очень упрощенном варианте. Вот когда я эти шаги отдельные, вы видите, собрал как бы воедино, и тоже получилось что-то такое сложное, слабо читаемое. Как быть? Вот здесь нам как раз может помочь, ну, как минимум два, возможно, и больше, я все тоже не исследовал, инструмента, который нам предлагает, который нам предлагает Edge. Первый инструмент, он достаточно базовый. Я вот здесь дал ссылку на демо-версию, ну, там с демо-версии, сейчас я покажу, там как раз идет легко переход и капи. Это планировщик маршрутов. Почему я говорю об этом инструменте? Да, изначально этот инструмент, ну, а это, собственно, что это библиотека, он был построен, и вот демо-версия, она так и работает, вы видите, я с нее взял скриншот, именно на планирование маршрутов в буквальном смысле, дорожных маршрутов. Но что такое граф? Граф – это тоже маршрут. И в математическом аппарате графов там прямо есть такое понятие, как построение маршрута на графе, нахождение оптимального маршрута на графе. Ну, оптимального, то есть то ли минимального по времени, то ли минимального по затратам, то ли максимального по прибыльности, то есть по тому параметру, который мы анализируем. И поэтому вот этот инструмент, он отлично может подойти как раз для проектирования подобных графов путешествий пользователя и тем самым перевести вот эту работу из такой вот субъективной, в чем-то даже, я бы сказал, творческой. Не подумайте, я там ни в коем случае не ругаюсь на творческий, но все-таки любое творчество в конце концов должно быть оцифровано, да, если мы даже вспомним один из ключевых принципов, если мы вспомним один из ключевых принципов девопса, это как раз перейти от концепции домашних животных к концепции такого фермерского промышленного производства. Да, вот в девопсе же есть это концепция. То есть от ручной настройки, от ручного такого сбора данных перейти к концепции, перейти к концепции вот такой промышленной. Я, в общем, в значительной степени уверен, что вот этот важный инструмент Customer Journey, он как раз такую эволюцию сейчас только начал, но он ее пройдет. И вот как раз хотел бы показать второй Azure-овский инструмент, и вот на нем, может быть, даже можем посмотреть немножечко демо. Это библиотека для взаимодействия Human-Ie Interaction. Так, человек с искусственным, человек с искусственным интеллектом. Ну, я вот тут заготовил, сейчас переключусь. Вот он, этот сайт. Ну, я думаю, что, как люди, специализирующиеся в Azure, вы о нем знаете. Ну, вот прямую ссылочку давайте, может быть, я прямо в чат сейчас всем сброшу. Вот, ну, я так понимаю, что доступ к презентациям будет. Там тоже эти все ссылочки, все эти ссылочки, все эти ссылочки есть. Итак, ну, допустим, управление работой системой. Ну, это, естественно, демо-версия, скажем. Пожалуйста, я выбираю одну карточку. Переход практических примеров. Действия, если, скажем, в системе ошибка. Следующее действие. Корректирующие действия со стороны службы поддержки. Оценка эффективности работы службы поддержки. Что это? Это именно в чистом виде шаги кастомер Джонни. Пользователь столкнулся с ошибкой в работе системы. Это вот одна точка взаимодействия, да, между услугой и пользователем. Следующая точка взаимодействия. Пользователь обратился в службу поддержки. Точка взаимодействия уже с чем? С услугой, с людьми, предоставляющими. Третья точка взаимодействия. Служба поддержки решила этот инцидент. Иллюстрация примера реализации кастомер Джонни. Ну, и, собственно, это визуализация. Вообще вот этот ресурс iDemos, он мне очень нравится, там очень хорошие визуализации. Иногда, вот как в данном случае, их предоставляет сам Microsoft. В некоторых случаях для других примеров там можно даже своими примерами, своими данными поиграться. Ну, и самое главное, в конечном итоге переход к реальным библиотекам с обучающими примерами и возможностью их использовать. Вот такой новой темой я хотел бы поделиться. Я надеюсь, что я уложился в отведенное время. Спасибо за участие, коллеги. Если есть вопросы, пожалуйста, у нас как раз, по-моему, пара минут отведенного времени остается на вопросы. Ольга, если подскажете, да, там. Да, коллеги, жду ваши вопросы, можно писать в чат. Или лучше в questions, там как-то более структурировано. Ну, в общем, куда вам удобнее. И там, и там мы отслеживаем. Хорошо, коллеги, тогда спасибо, спасибо за внимание. Подождем, давайте подождем. Тема новая, надеюсь, что он немножечко вас ей заинтересовал подумать в этом направлении. Спасибо. Предлагаю подождать еще одну минутку. Сейчас, может быть, у нас будет вопрос. Давайте. Да, тема действительно очень актуальна и интересна. Просто у нас слушатели не сразу, так быстро могут некоторые сформулировать. Вот, у нас есть вопрос от слушателя. Кто в команде должен заниматься проработкой Customer Journey? Ну, смотрите, вообще, тут очень многослойный ответ. Вообще, это, конечно, вся команда, потому что, ну, а как иначе работать над продуктом? Но основную ответственность несут два сотрудника. Это владелец продукта или владелец услуги, ну, в зависимости от того, как выстроено. И аналитик, бизнес-аналитик, в первую очередь, если уж так совсем по ролям разделять. Вот, если говорить как раз о формализации, переходе от вот такого творчества к формализации, то к этим двум ролям, безусловно, добавляется роль специалиста по данным. Человек, который владеет, ну, вот, соответствующим математическим аппаратом. Тогда как раз, ну, стандартно, владелец продукта, владелец услуги оценивают бизнес-ценность, согласуют ее с заказчиком, аналитик производит более глубокую проработку, извлечение данных, а data scientist, соответственно, уже применяет вот математический аппарат, ну, в частности, вот, графов или какой-либо иной. Ну, наверное, так. Спасибо. И еще один вопрос. Максим спрашивает, CG похожа на квантовую механику, вероятность нахождения в определенном состоянии. Хорошее сравнение. Я правильно понял? Да, Максим, спасибо. Кстати, очень хорошее сравнение. Я в таком ключе не думал, но воспользуюсь тоже. Да, наверное, в чем-то, да, потому что, ну, действительно, а как можно предсказать? Вот я, кстати, пример же и привел. Вот вы зашли на сайт, там, не знаю, специалисты, там, любой другой. Вы иногда сами не знаете, на какую вы следующую страницу перейдете. Поэтому очень хорошая аналогия. Спасибо. И еще один вопрос. Есть ли какие-то цифровые инструменты, которые позволяют точно отследить, какой путь проходит клиент? Они входят в компетенции специалистов по работе с данными? Скорее, аналитика. Есть инструменты, я сейчас название точно не готов на вскидку сказать, которые позволяют, ну, на фокус-группах, как минимум, иногда и там, ну, в ограниченном виде на крупных сайтах, просто отслеживать перемещение мыши, записывать пути. Ну, пути по сайту, там, понятно, там, любая Яндекс.Аналитика, Гугл.Аналитика пишет. Кстати, вот Яндекс.Гугл.Аналитика в этом смысле, наверное, самый первый инструмент, который нужен – отследить пути по сайту. Вот. А вот если такие локальные инструменты, их хорошо использовать на фокус-группах, чтобы, ну, потому что через Яндекс.Гугл.Аналитику вы не отследите конкретного пользователя, да, чтобы как раз вот эти вероятности связать. Вот. Поэтому это, скорее, задача аналитика. А вот аналитика эти данные уже предоставляет дейта-сайентисту, который их должен обрабатывать. Все-таки я бы эти роли не смешивал, это довольно разные компетенции. Я, конечно, прекрасно знаю, что у нас в компаниях это обожают смешивать из серии «все одно», по принципу «еще немножечко шьем», но это все-таки вряд ли разумно. Компетенции аналитика, они свои, там много коммуникативных компетенций должно быть, а дейт-сайентист – погружение в специфическую математику. Я бы так сказал. Спасибо. Вопросов в чате я больше не вижу. Данил, нет, есть вот еще один, Владимир спрашивает. Если CG придет к задаче камевая ажора, то для этого нужен квантовый компьютер. По вашему мнению, когда будет повсеместное внедрение необходимых технологий? Ну, слушайте, я не знаю насчет квантовых компьютеров внедрения, не буду это. Насчет того, что, ну, во-первых, да, вы правы, это по сути решение с датчиками в ажора, да. Еще есть вероятность. Насчет того, что для этого нужен будет квантовый компьютер, да нет, не думаю. С датчиками в ажора, это же там, господи, если уж мы ушли туда, все коллеги в этом разбираются. Метод ветвей и границ – ограничение поиска, и там, в принципе, вполне доступных вычислительных мощностей хватит. Так что, я не смотрю на это так пессимистично с точки зрения мощности, нет. Никто же эти задачи не решает методом полного перебора. Хорошо. Владимир вас благодарит за ответ. Я тоже вас благодарю за выступление. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok